Всем привет! Вы находитесь на канале Humble Squad, и это наш, и надеемся, что и ваш, любимый мификал-подкаст. Как часто, кстати, замечают в комментариях, мы с вами очень ламповые ребята, настоящие, и на самом деле это действительно так. Мы рады, что вы это тоже отмечаете. С вами сегодня по традиции Айдар Бицуха-Нугуманов, Алексей Гусар-Стрельцов, и, собственно, я, Рустам Хакимов, буду сегодня рассказывать вам историю про интересного человека. И как вы думаете, с чего бы я хотел начать сегодняшний выпуск? С того, что надо поставить лайк этому видео, написать комментарий какой-нибудь интересный, ну и, конечно же, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Да, но есть еще более важный момент. Недавно у меня вышел авторский трек. Если вы хотите его послушать, и, конечно, я бы хотел, чтобы вы его послушали, поставили там тоже лайк, прокомментировали. Ссылка на площадке будет под видео, так что обязательно это делать. Все, начинаем. Я думал, ты хочешь начать с молитвы. Если что, кстати, этот трек выложим у нас в Телеграме, подписывайтесь, там много чего интересного. Сегодня я буду говорить о личности известной, незаурядной. Как бы я до этого слышал, конечно же, про этого великого боксера. Сразу, да, немножко раскрою все тайны. Но, когда я начал изучать его жизнь, я действительно начал понимать, почему его возносят в рамк великих, не только, кстати говоря, спортсменов, но еще и людей планеты. Сегодня мы поговорим о Кассиусе Марселусе Клее. Это настоящее имя, известного нам, боксера Мухаммеда Али. Бум, пушка. Родился он 17 января 1942 года в Луисвилле, штат Кентукки. В семье домохозяйки, интересное имя у мамы, Одессы Клей. Ее в честь города назвать? Я не знаю. Ты говоришь Клей, может Клей? Ну, давай я как хочу. И художника, вывесок и плакатов Кассиуса Клея. Клея. Кассиуса. Да, потомка раба, освобожденного плантатором и политиком Кассиусом Марселусом Клеем. Вот здесь очень интересный момент, то есть, я не знаю, есть ли какая-то такая традиция там, да, то что человек, который освободил, они берут его имя. Потому что, ну, вот человек, который освободил, его звали Кассиус Марселус Клей. И они взяли в честь него имя себе? Как будто бы, да. Я вот информацию по этому поводу не нашел, но есть ощущение, что это как-то так или иначе. То есть, типа, изначально он мог быть Фредерик какой-нибудь, например, да? Фредерик Офеллини. Например. Ну, это тот случай, вот это, есть даже такое умное слово, маномессия, если я правильно ставлю ударение, это как раз про то, когда рабовладелец совершает акт добровольного отказа от раба. То есть, он его освобождает. Угу. Клей жили намного беднее, чем белые семьи из среднего класса, но не были нуждающимися. Со временем их сбережения хватило, чтобы приобрести за 4,5 тысяч долларов небольшой коттедж в благоустроенном черном квартале. Нифига себе. Да. Это достаточно, они хорошо жили, если они смогли себе квартиру позволить. О, да. В то время... Дом. Даже дом, да. Коттедж. Коттедж, коттедж. Вы что, они вообще обеспеченные люди были? Да. Особенно 4,5 тысяч долларов по тем временам-то. Это совсем другие деньги. Ну да. Я же говорю, что они не были нуждающимися. 20-е, 30-е, да, я так понимаю, примерно? Что? Годы. 42-м он родился. А, в смысле, как раз как он родился, так и не приобрели себе коттедж. Ну, не со временем. То есть, ну, какой-то период времени прошел, они знают точную дату приобретения коттеджа. Но мы поднимем, конечно, риелторские... Реестры. Реестры, да. Но это не точно. В начале 50-х годов у Луис Филли царила атмосфера расового неравенства, которая сильно повлияла на формирование личности 10-летнего Акасиуса. Это времена сегрегации. Конечно, это было вот сплошь и рядом, и родители тоже, вот у него отец часто рассказывал... А, была история про вот одного мальчика, которого там белые забили до смерти, и как бы вот сын вот это все слушал. То есть Акасиус. Но он рос в таком вообще... Да. Хотя, опять же, они, ну, не находились прямо в ужасных условиях в целом. То есть, конечно, это не лучший, да, не апогей, но все-таки собственные квартиры и так далее. Так тут же вопрос про условия не в том, что у них там есть дом или нет, а в том, что они вот просто идут по улице, и их там могут копы ни за что дубинками... Да, да. Если даже сейчас это может быть, то тогда это... Представьте, да, в какой форме это было. Вот, кстати, у матери, у нее были ирландские корни. Угу. Вот, она, кстати, этим гордилась, то, что вот в ее крови есть белые люди. И это, кстати, брак, я не помню, вроде там бабушка с дедушкой, ну, родственники. И это был непринужденный брак, не по принуждению, а по любви. То есть, это абсолютно нормальное отношение было. Прикольно. Клей с детства был очень таким крупным мальчишкой, и боксом он уже начал заниматься в 12 лет после того, как у него украли велосипед. Вынужденно, так скажем. Да, он... Причем не он как бы украли велосипед, он такой, все, надо набить морду, да, он так не подумал. Он просто вот полицейский, который в итоге, ну, помог найти вот это... Он сказал то, что, дружище, тебе нужно, ну, учиться вот с такими подонками справляться. Это был полицейский Джо Мартин. И более того, я скажу, что он был первым тренером Мухаммеда Али. Белый полицейский тренировал темнокожего парня. В рамках того, чтобы просто постоять за себя самому, потому что за тебя другие полицейские могут не врубиться. Такая логика была у него? В целом, видишь, он... Во-первых, он что-то понимал в боксе. Полицейский? Да, 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 это... И он, как бы, видимо, решил, давай, боксом, может, займешься. Ну, раз уж что-то... Полезное дело, типа. Полезное дело, да. Поможет в жизни. Через шесть недель после первого посещения зала состоялся дебютный любительский бой Кассиуса. Было такое специальное ТВ-шоу. Возможность для всех начинающих боксеров, молодых, она называлась «Будущие чемпионы». И он там сразу же одержал победу решением судей на первом бою. И уже тогда, будучи, ну, вообще, там, двенадцатилетним пацаном, он начал кричать в камеру, что он будущий чемпион, то, что он там всех порвет. То есть это было изначально в нем, вот это вот такая, ну... Уверенность. Уверенность, и вот он, как бы, не боялся своих слов, да, то, что он назад, до дороги. Но это же вообще важно, на самом деле, мне кажется, для любого спортсмена быть, типа, ну, до конца уверенным, а тем более, ну, в таких контактных видах спорта, как бокс, там, карате и прочие штуки. Да, но многие боксеры, они многословные, а он как раз-таки такой, знаешь, оратор был в этом смысле. Трэш-толк он нормального делал. Ну, этот-то... Конор Макгрегор, да, своего времени. Вот, кстати, когда я начал изучать Мухаммед Али, я понял, что Конор Макгрегор ничего не придумал, он просто взял и забрал себе. Готовая, да? Абсолютно. То, что делает Конор Макгрегор, вообще рядом не стоит с теми высказываниями, которые делал в свое время Мухаммед Али. Очень круто, очень смело провоцировал, и даже, ну, забегая наперед, боксер вроде Фрейзер, даже уже будучи взрослыми, они только по ткани жизни помирились, и он сказал то, что я, в принципе, до сих пор жду от него извинений. То есть он настолько расшатал вот человека в тот период. Он не пил, не курил и не употреблял наркотики, стал фанатом вот здорового питания. У нас есть явный пример. Айдар, вот он сейчас на такой же тропинке. Айдар Бицуха-Нагуманов. Давай дальше. А главное, скромный. Главное, скромный, да. В 56-м году он выиграл первый в его карьере турнир «Золотые перчатки». Там, кстати, у него такой момент был, когда он, ну, он уже как бы достаточно хорошо бился. Медики обнаружили шумы в сердце, и его отстранили от боев, но это была ошибка врачей. Такая вот глупость ненужная произошла в его жизни. В 14 лет, я и думаю, как, блин, в 14 лет могут быть шумы в сердце, это же... Может быть, он просто сильные нагрузки давал в зале, например, и из-за этого могло сердце... Может расшататься, да? Либо предрасположенность могла быть та же самая. Ну, просто как бы... Получил пару раз в грудину, и все, да? Ну, я слышал о таком, что достаточно сильный удар в грудь может, типа, сбить ритм сердечный. Ну, да-да-да, вот я про это и говорю. Пробит лося у нас называют. Успеваемость Кассиуса была настолько плоха, что однажды ему пришлось остаться на второй год. Здесь тоже интересный момент. Благодаря поддержке директора школы Эдвуда Уилсона, я специально назвал его по имени, потому что, ну, очень хороший человек, он смог окончить учебное заведение. На Уилсона Али произвел впечатление от целеустремленности и упорных тренировок. То есть он упорно тренировался, и вот это его вдохновляло, и он говорил, что надо этому парню дать шанс. Ну, слушай, знаешь, два момента, которые у меня возникли в ГЛАЙК и отправить сказал. Первое, что в американских школах можно не учиться, но быть спортсменом. Можно. Это, типа, ну, сплошь и рядом. И второе, очень похоже на Брюса Ли. Он же тоже вообще из рук он плохо учился. Выпуск про Брюса Ли. Да. И здесь, ну, а Брюс Ли закончил школу вообще, нет? Или он, по-моему, бросил ее? Ой, я не помню. Надо посмотреть. Давай мы тоже пересмотрим наш выпуск. Время, как говорят, стирает. А здесь, ну, ему дал шанс директор, получается. Да, да. Ну, он в итоге не получил диплом об окончании. Ему дали справку. Ну, дали же, ну. Закончил со справкой школу. Да. Но в итоге он так, как бы, плохо читал, там. То есть... Странно, потому что... По факту прошла. Да, я к тому, что, типа, когда я, ну, смотрел его, там, документальные кадры, он достаточно умные вещи говорил. Если больше скажу, он еще славился тем, что он писал стихи. Читать их не умел, но писал. Ну, нет, вот, видимо, на тот период он не плохо читал, когда ребенком был, а старше стал, как бы он... Кстати, вот это его одна из самых таких крутых фишек, которую, кстати, МакГэггер не использует. Он перед каждым боем писал унизительный стих. Про оппонента. Да. Красиво унижал. Ведущие говорили, типа, у тебя есть стих какой-нибудь? Говоришь, конечно. Я всегда у него был стих. Раунд в конце добавлял. Да. Но это не фристайл, чтобы это заготовка была у него. Ну, круто, круто. К окончанию школы Клей одержал 100 побед на любительском ринге при всего 8 поражениях. Он, типа, 108 раз успел в детстве подраться на ринге. Да. Жесть. Некоторые люди за всю жизнь столько не дерутся. Постоянно дрался. Там за один вечер, может, у него было, могло быть, там, по 3-5 боев. Это нормально вообще, нет? Ну да, есть такие турниры, где ты... Сетка такая. Сетка, да. И ты к финалу можешь дойти уже как бы с 3 боя поймешь. Ну, если я не ошибаюсь, там очень были короткие боединки из разряда 3 раунда по там... Ну, ясно, они могли еще и раньше закончиться нокаутом каким-то прочим техническим. Его главными успехами считаются победы в «Золотых перчатках» и в двух турнирах атлетического любительского союза 59-60-х годов. В это время Кассиус начал изобретать свой собственный неповторимый стиль ведения поединка. Он, говорят, танцевал вокруг противника на носках с опущенными руками, провоцируя оппонента на размашистый удар, от которого уверенно уклонялся. Эта манера вызывала много отрицательных отзывов среди тренеров и боксеров-ветеранов. И, как бы, даже потом, это же, то есть, когда он только на старте был, он уже вот освоил, да, такую манеру танцевать на ринге. Такого не делали. Но все-таки критики говорят, что не совсем она продуктивная, потому что он очень много ударов получал по корпусу. Ну, вот если вы посмотрите его бои, у него действительно постоянно опущенные руки. Он сильно рисковал, просто уворачиваясь вот так от ударов. Я считаю, победителей не судят. Конечно. Конечно. Как можно осуждать чью-то технику, если человек с этой техникой выигрывает один за другим боем? Ну, это осуждать, мне кажется, типа, что да, он молодец, но вот тебе, пацан, так не надо делать. Ну, да, типа, в его случае это работало, а ты не рискуй, потому что, ну, не совсем продуктивно, наверное, для боксера. Он наверняка там как-то был генетически предрасположен в том плане, что у него и реакция хорошая была. Он был высокий для боксера, во-первых. У него был метр девяносто один. Это высокий, нестандартный. Руки длинные, естественно. Длинные руки, да. Дистанции держаться хорошо. Нет, у него реально очень крутая внешность, вообще телосложение. Там прям вот он атлит для бокса, я считаю. Да? Да, очень круто. Вот как, кстати, Майк Тайсон, мне очень нравится, как он выглядит такой крепкий, какой-то, знаешь, вот ничего лишнего. Но они, я так понимаю, же в разных весовых категориях, ну, чтобы... Нет, они в одной... Они, по-моему, в разное время были. Они в разное время. Понятное дело, да, я к тому, что... Ну, они пересеклись, не как в бою, а вот, ну, просто в жизни они, да. А весовая категория, скорее всего, у обоих крупные. Супервесы. Ну, как называется, крупные весы. Супертяж. Просто Майк Тайсон, ну, извини, перебиваю, он типа визуально даже выглядит как будто намного более таким... Он коренастый, он ниже явно, чем Мухаммед Али. Он тоже высокий. Сколько у него? Тяжелый вес называется, в тяжелом весе. Ну, да, но есть еще, типа... Нет, в тяжелом весе они оба, скорее всего. Но Али точно в тяжелом весе, а вот у Али средний вес где-то 90-94 вот гулял. Вот, как бы это, наверное, в тяжелый уже входит. Насчет Тайсона, я просто видел несколько боев Тайсона, и во всех боях он ниже соперника. Ну, да, мне так показалось, что он... Невысокого роста. Нет, он невысок, Тайсона нет. Где-то, наверное, 175. Ну, это высокий, я считаю. Ну, не 191, как Мухали. Да, ладно, окей. Благодаря победе в соревнованиях Атлетического любительского союза 60-го года, Клей получил приглашение на отборочный тур к Олимпийским играм, который проходил в Сан-Франциско. Он там всех победил. Естественно. Да. И его пригласили на Олимпийские игры, которые проходили в Риме. Слушай, а на тот момент уже брали темнокожих спортсменов на Олимпийские игры? Да, да, вот уже брали, да. Уже, типа, ну, нормально это считалось. Это нормально считалось. По-моему, еще даже до... Ну, типа, да, я к тому, что просто, ну, это же было время такое. Тяжелое достаточно для меня. Тяжелое, но 60-е вроде как уже какие-то были... Поблажки и в целом уже нормально. Там законы уже начали по гражданских правах принимать и так далее. Дело-то не в законах, а дело в том, что, ну, даже когда вот 60-е, я просто помню, что читал, там были законы, что, да, запрещалось там как-то их унижать, принижать и прочее. Но, тем не менее, общество это законы очень-очень со скрипом принимало. И, типа, даже полицейские могли спустя рукава вот на такие вещи, потому что соглашались с ними. Да, так и было. Но на Олимпийские-то игры, как они могут не пустить? Даже пусть все общество осуждает, но по закону-то он имеет право. Да нет, просто решением комитета, типа, нет, не пойдешь. Вот это более перспективно. Уже не так, уже не так. Уже не так было, да? Конечно. Окей. Он очень сильно боялся летать, а в Рим нужно было лететь. И он сказал, все, я не участвую. Сам отказался? Да, говорит, я отказываюсь, потому что я не полечу. На поезде там, пожалуйста. Через атлантический океан, да? Да, да. Кстати, вот когда я был в Америке, сами жители Америки, вот молодежь, они реально думают, что можно до России на поезде добраться. Это реально не прикол. Вот реально. Ну, то есть, чтобы вы понимали, как они примерно даже вот в географии разбираются. Ну, и, по крайней мере, мы с такими студентами встретились. Может, они думают, это великий российский транссип. Да, шелковый Путин. По нему вообще хоть куда можно добраться. И руководство сказало, что если ты сейчас не полетишь, то ты ставишь крест на своей карьере. Так что, дружище, надо как бы, ну, лететь, не подводить. И тут прикольный момент. Он лично приобрел парашют в военном магазине и полетел прямо в нем. Типа с трансом так просить. Да, да. Он поехал в парашют. Блин, ну, я вообще не понимаю. Я как бы, ну, не аэрофоб, но тем не менее, ну, есть же люди, которые реально очень сильно боятся летать. Да. И вот это вот самая крайняя степень. Это самое крайняя степень, прикинь, для бойца. Вот эта история «Чудо в Альпах», она когда произошла? Ты не помнишь дату? А-а-а, 70-е. 70-е, типа того, да. Будет выпуск, кстати, да? Покажи. Да, кстати. Я просто почему бы, ну, подумал, может быть, он на... Основного ВС. На впечатлениях от этой истории такой, блин, я не буду летать. Ну, знаешь, мне кажется... Там же как раз спортсмены. А в тот период вообще же самолеты постоянно как бы падали. Ну, не прям постоянно, но это было намного чаще, чем сейчас. Намного чаще. Бояться этого можно было точно. Да. Что вы думаете? Он побеждает в Олимпиаде в своей весовой категории. Было бы прикольное степень, что вы думаете, он приземляется на ринг на парашюте? Вот это было бы максимально эпично, да. Ну, золотая медаль. Олимпийская золотая медаль. Да, ему вручают золотую медаль. Возвращаясь его в школе, встречают как настоящего героя. Он, в смысле, в школе учится еще в это время? Нет, в той школе, в которой он учился. Он приезжает туда как бы золотой медалью. Как выпускник. Да. Он ее вообще не снимал, там у него период был. Но это очень круто было. Потому что вот это вот все-таки оно еще веяло в воздухе. Что темнокожий что-то смог. Ну, знаешь, мне кажется, это немножко по-другому. У темнокожих в целом как будто такая есть привычка все цацки на себе носить. А кто-то должен. Да, как если бы ему дали не золотую медаль, а золотую цепь, он бы еще с большей гордостью ее носил. Как красиво звучит цацки, да? Ну, да. Как бы без всякого этого, типа. Но как будто есть такая за ними привычка. Извиняемся перед всем афроамериканским народом. На всякий случай. Он, кстати, очень сильно переживал, так как вырос, вот, да, вот, видя вот это все, как там, нищете живут, наркомания сплошь и рядом, грабежи, убийства. И он вот этим своей победой очень гордился и хотел вот молодежь на правильный путь выставить. Вдохновить как-то, да? Да, вдохновить. Он был примером для молодежи, и они прям подтягивались за ним. Но это круто. Был момент, когда он пришел в ресторан. А, я знаю, кажется, да. Да, он пришел в ресторан с золотой медалью. Опять же он свою цацку не снял. И его не пустили. Мы, говорит, не можем вас обслуживать. Потому что вы темнокожий, да? Да, он говорит, я, говорит, типа, чемпион олимпийских игр. Честь страны, типа, все дела. Он, знаешь, сказал, он говорит, не надо мне служить. Просто принесите кофе в реке. И его все равно не пустили? Не пустили. Вот видишь, я к тому, что типа по закону он мог зайти, но люди не пустили его. Да, да, в воздухе это летает. Вот «Зеленая книга» это про какой период? Как раз вот про это время, да. Дебют Клея в профессиональном боксе состоялся 29 октября 1960 года. 15 побед и ни одного поражения. В 18 лет он, да, получается? В 42-м же он родился? Да, в 42-м, да. В одном интервью, немножко отходя от темы, он сказал, что темнокожим нужны были новые герои. Он говорит, я в детстве всегда спрашивал, «Мам, почему все вокруг белое? Почему Иисус белый с голубыми глазами? На Тайном Вече все белые. А где были черные ангелы, когда писали их картины? Черные ангелы готовили на кухне молоко с медом? Все плохое всегда черное. Гадкий утенок черный. Черная кошка к беде. Если ты плохой, ты в черном списке. Почему список не белый? Они тоже оступаются». Блин, не, на самом деле, крутая мысль для 18-летнего парня. А вот вопрос, слушай, а он, типа, первый темнокожий боксер в профессиональном? Нет, нет, конечно. Были до него, да? Да, да, да. Чуть попозже я скажу. Там есть прям вот кумир всех темнокожих боксеров. Чемпион тоже в тяжелом весе. До Али, который был. Конечно, конечно, конечно. Вот как раз это вот там 20-30-е годы, да. Может, раньше я могу ошибаться. Свою манеру процветать... Ой, извините. Свою манеру провоцировать соперников и говорить провокационные речи он подглядел у рестлера. Его звали Великолепный Джордж. Блин, клички крови-рестлеров это вообще отдельная тема для разговора. Да, я надеюсь, сейчас они появятся в видеоставке, либо там фото, да, где... Ну, чтобы посмотреть, кто такой этот Великолепный Джордж. Это очень брутальный мужчина с кудрявыми волосами. Вот. И вот этот Великолепный Джордж, он все время говорил. Проиграю, уеду в Россию. Ну, я вам проигрывал, естественно, но никуда не уезжал. Но Клей говорил, Клей говорил, что люди... Мне, говорит, больше всего поражало, что люди все равно готовы были платить деньги, чтобы посмотреть, как он проиграет. Красавчик. Он смекнул. Гениальный маркетолог, отвечаю. Он смекнул, да. То есть, грубо говоря, если мы говорили, что Конор МакГрегор повторил у Али, то Али повторил у великолепного Джорджа, рестлера. Слушай, ну, с другой стороны, обидно, почему он вот так вот наказанием считал Россию. Ну, а у них есть же такая... Ну, давай, это еще, типа, в Сибирь, в Россию. Для них это что-то страшное. Ну, да, вечные соперники, что называется. Параллельно, ну, это уже проходит достаточно большой период времени, параллельно он выпускает, вы вот стопудово не знали, я сам не знал, музыкальный альбом. Мухаммед Али пел? Да, и это есть на всех стриминговых площадках, ребята, все, кто нас смотрит, и вы наберите «Величайший». Называется альбом «Величайший». Он джаз там, что это? Он просто поет, короче. Он там кавера делает, где-то, наверное, авторские песни есть, но это прям прикольно. Чего, он пел? Может, маленькую ставочку послушаем, если авторскими правами не за... Три секунды мы можем послушать, да. I am the greatest. Ему очень понравилось. Окей, ладно, дальше. Он, кстати, встречался с битлами, тоже, ну, вот... А, они же в одно время жили. Да, да, да. Вообще, вот, ну, он уже на слуху. Вот он уже на слуху, и он как бы... Да конечно, он олимпийский чемпион, 100% он на слуху. Конечно, конечно. Ну, и помимо этого, он в большом боксе вот совсем недавно. Но он там выигрывает, выигрывает и выигрывает. И каждый бой говорит, что противник никто. И он доказывает, что он никто. И он доказывает. Он говорит, типа, если я проиграю, то вы можете там сделать то-то. И он не проигрывает. И вот он на этом хайпе просто, ну, среди звезд уже с битлами. Фотографии у него есть тоже вот сейчас появятся. А это правда, что вот он такой, типа, два раунда, и во втором клал человек? Как с каким-то одним соперником была такая история. Это единственное такое... У него были такие высказы. Я вот не помню, чтобы конкретно вот такой исторический момент, да, что два раунда, но он такие вещи говорил, да. Вполне могло быть такое, да. Он, кстати, говорил, что есть вероятность завершить карьеру боксера и уйти в музыку, так как... Такой уверенный же себе чувак вообще. Знаешь почему? Он говорит, что в музыке больше денег. А вы думаете, почему я сразу вначале сказал про свой трек? Вот это рефренчик, ладно. Ну, понятное дело, что он, пройдя достаточно много боев, он уже доходит до боя на звание чемпиона мира в тяжелом весе. И на тот момент его оппонентом был Соня Листон. Это такой темнокожий здоровый мужчина, усатенький, он взрослый уже. И он просто рубил всех, как на нищадя. То есть этот молодой парень, ему там 20 с копейками лет, 24 вроде, если не ошибаюсь, а Листон значительно старше. Листон славился сильным нокаутирующим ударом, и, как правило, соперники не выдерживали больше одного раунда. Да, фига, он панчер прям такой жесткий, в первом раунде клал. На взвешивании перед боем Кассиус вел себя неподобающе, за что был впоследствии оштрафован даже. Ну, он там перегнул палку, действительно, он потом за это даже вроде извинялся. У Клея получилось не пропустить тяжелый удар от чемпиона, и Кассиус в целом доминировал на ринге. И после множества точных ударов по Сонне, в перерыве между рандами, Листон отказался продолжать бой. Технически, получается. Да, то есть даже не то, что даже... Ну, я не знаю, как это происходит. Листон ли отказался просто в один момент, допустим, когда звучал гонг, да, они же садятся в угол, подбегают их тренера, медики, они смотрят, и, видимо, Листон... Такой там, если рассечение брови, там, например... Да, я не думаю то, что Листон сам как бы был готов... Такой, я все. Да, проиграть молодому пацану. Вот, я ошибся, я сказал, в 24, да? В 22 года Клей стал чемпионом мира в тяжелом весе. Жесть! В 22 года. Сколько тебе сейчас, Леш? 23, Леш. Мне 23. Вот. Капец. Вот, посмотрите, год как чемпион. Только Мухаммед Али. Нет, в этот момент он еще не Мухаммед Али, в этот момент он еще... Клей, да? Я сейчас Клей. Ну, я сейчас Клей, да. В 1961 году, вскоре после приезда в Майами, Клей встретился... Ну, Клей, Клейлаб. Встретился с Абдуллом Архаманом. Вот, это самая история. А это кто? Это... Сейчас я расскажу. Это представитель, так скажем, мусульман среди темнокожих. Это такой... Имам такой, да? Ну, прям основной, да, основной. Имам же, да, у нас основной? Вроде, да, я не знаю. Главный, как там главный? Муфтий. Муфтий, да, вот типа того. Но, опять же, власти США за этим наблюдали, но туда не лезли. С ними очень плотно работали спецслужбы, и вот где-нибудь прокосячат, сразу секта, сразу... Ну, их вообще, в принципе, считали сектой, так или иначе. Мусульман? Темнокожих мусульман, да. Их вот эта организация называлась Лига Наций. Где вот как раз... Ну, вот этого... Религиозная, в смысле? Да, вот это религиозная. Абдул. Абдул. Рахаман. Рахаман. Это вот, он, Лига Наций это была. Они так назывались, у них там были тоже свои... Ну, и как они, не знаю, церкви? Типа община, что ли, какая-то? Нечети. Нечети вот у них были по всей стране. Ну, это официальная религия. У них там чуть ли не своя военизированная была. А, то есть там прям все серьезно было, да? Армия, скажем так. Ну, да. Ну, мощная, короче, поддержка там. Очень мощная. Серьезные ребята. Этот Абдул провел экскурсию. Прости, перебью. Они там за... Ты знаешь, как что-то было, что-то вроде расизма наоборот у них там, можно сказать. То есть они за превосходство черных как бы тоже немножко утопили. А-а-а. Вот эта Лига Наций. А-а-а. Там потом от них откололся Малкольм Икс, и он еще больше. Ты не забегай вперед, не забегай. Извиняйся. Вот этот Абдул, так забавно называть его Абдулом, просто вот сейчас фотографии его. Там... Там... В очках. Вот. Вместе они отправились в местную мечеть, он провел экскурсию, и вот эта экскурсия сильно повлияла на тогда еще, ну, я считаю, не сформировавшийся как личность человека, 22 года ему. И он впервые, он говорит, я впервые почувствовал духовность в своей жизни, когда вошел в этот мусульманский храм в Майами. Так звучит, конечно. Звучит очень странно, конечно. После боя против Листона Клей официально объявил о своем вступлении в нацию ислама. Ну да, вот нацию ислама, Лига нации. Да, он в этот момент меняет имя. Кстати, если хотите выпуск про... Про Элайджа Вуда? Не, про нацию ислама, мне кажется, можно было бы сделать выпуск. Да. Там же он знакомится с Малькольмом Иксом. Служен имя. Малькольм. Малкольм. Малькольм, да. Малкольм. Линкольм. Да. Для локатов. Я так понимаю, вот, Леш, ты уже тоже как-то что-то об этом знаешь, да? Я так понял, что он был его каким-то духовным наставником. Малькольм Икс, да? Он был духовным наставником Кассиуса Клея. Да. Он вот даже... Сначала он ему дал вот это, скажем так, религиозное имя, он его назвал Кассиус Икс. А потом, когда он привел его в нацию ислама, там Элайджа сказал, что ты, Малькольм, типа, не имеешь права давать ему имя, и сам дал ему имя Мухаммед Алик. Вот, видишь, вот такие тонкости. Я вот... Ига. И, кстати, вот этот Малькольм, он очень такой стильный чувак. Очень стильный. Да, фотография вот тоже сейчас появляется. Ну, то есть, не похож на какого-то там прям фанатичного верующего, да? То есть, он прям такой... Достаточно современный. Да. Насколько я знаю, Малькольм, он со временем как бы отошел от ислама и больше в политику ушел. Ну, его вела там кривая. Я об этом тоже чуть позже расскажу. Кстати, про Малькольма тоже можно выпустить. Он тоже очень такая интересная личность. Отец был против. Отец Али был против. И он считал, что организация пудрит голову молодому боксеру. То есть, он так и не принял. Но Мухаммед всем сердцем был там и до конца своей жизни как бы... Он прям проникся, да? Он проникся, да. Он читал намаз, то есть, пять раз в день. Как... Рига? Да. В 1965 году состоялся реванш с Соней Листоном. Али на ринг вышел с треснутым ребром, но об этом никому не сказал. Если бы узнали, конечно, его бы отстранили от этого боя. Али Листон вообще вышел там с каким-нибудь инфарктом, наверное, он старый уже был 100%. Нет, он злой вышел. Ты что, у него отобрали титул. В чем прикол этого боя? Али нокаутировал Листона за минуту. Меньше раунда? Да. Но я не говорю, он уже все старый был, скорее всего. Здесь можно сделать небольшую видеоставку, вот именно как он упал. Потому что этот удар кажется таким глупым, как будто, знаете, многие говорят, что бой был купленным. На самом деле, как Али говорит, есть фотографии, кстати, тоже, что этот удар был настолько неожиданным и быстрым, он есть, зафиксирован на фотографиях, что действительно там перекосило Листон на дайбаже. Вот. Ну и как бы утверждается в статусе чемпиона мира в тяжелом весе. Держит эту марку. В апреле 1967 года Али официально отказался от прохождения военной службы. А, я слышал, да, что он типа уклонистым был, условным. Да. Ну, он вообще говорил то, что эта война не имеет смысла. Но он уже религиозный к этому моменту человек. В том числе, да. Он, кстати, не сразу начал апеллировать именно этим. Ну, потом, видимо, ему то ли подсказали, то ли что. Но как только он начал затрагивать, что в религии это не принято у нас и так далее и тому подобное, судебные процессы начали затягиваться. То есть вопрос могли решить быстрее. Это Вьетнам, я так понимаю? Состоялся суд. И спустя всего час спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксерской лицензии. А также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира. Отобрали все достижения условные. Да, это сделали до официального предъявления обвинения. Ну, это, знаешь, это как у нас тоже принято, что когда какой-нибудь полицейский что-то косячит, он уже экс-полицейский на момент суда. Ну, типа того. Планировалось, что вообще все боялись, что члены нации ислама приедут в Хьюстон. Вот мы говорили о том, что они не только как бы, они еще друг за другом там, ого-го. Приедут в Хьюстон, где проходил процесс, чтобы устроить массовую демонстрацию там. Но Али выступил с речью, где попросил их не делать этого. То есть они собирались. Они уже заряжались. 20 июля был определен состав присяжных. Шесть женщин и столько же мужчин. Все белые. Спустя девять часов слушанные присяжные удалились на обсуждение. И всего через 21 минуту они вернулись в зал и объявили вердикт. Виновен. Ну, он, наверное, этим и апеллировал, да? Что они все белые. Нет. Ну, нет. Он, наверное, так... Я, кстати, не помню, чтобы он как-то... Ну, в душе, мне кажется, он про это подумал. Скорее всего, да. Раз уж про то, что он говорил маме, там, про адгелов, да? Ему грозит пять лет тюрьмы и штраф 10 тысяч долларов. Но адвокаты обжалуют решение суда, и процесс судебный затягивается. Во время вынужденного перерыва Мохаммед начал успешную карьеру оратора. Он начинает ездить по университетам. Он уже не боями не занимается, да? У него нет лицензии, да. У него отобрали титул, и он как бы не может. Несмотря на свое отношение к войне в Вьетнаме, он является кумиром для молодежи. В любом случае, его почитают молодежь, любят. Ну, слушай, это как раз-таки наоборот из-за того, мне кажется, что он... Из-за его отношения к Вьетнам, потому что в те годы же в Америке очень многие не поддерживали войну. На этом целый хиппи построено было. Да, да, да. Ну, потому что вот умирали. Умирали молодые ребята. Да все говорят, что это бесполезно на войне. В апреле 1969 года во время интервью на канале ABC Али сказал, что с радостью вновь выйдет на ринг, если ему хорошо заплатят. Об этом узнал Элайджи Мухаммад и пришел в ярость. Вот этот как раз главный... Главный, как вы сказали, да? Муфти. Муфти, да. Когда услышал слова Мухаммеда, он отлучил его от нации ислама на один год, сказав, что Али больше заинтересован в деньгах белых, чем в служении Аллаху. Мухаммед же, в свою очередь, был расстроен и сильно переживал, но воспринял произошедшее как испытание, посланное ему Аллахом и продолжал славить Элайджу в своих речах. В 1970 году в Майами Али выиграл раунд судебной схватки и вернул лицензию. Дисквалификация на три года признана несправедливой. Али проводит несколько боев, чтобы добраться... Ну, то есть ему опять нужно сейчас дойти до... Чемпионского статуса. Да, и для этого нужно дойти до самого сильного. А вот дожди, смотри, его отстранили от боев, забрали лицензию и забрали статус чемпиона. Титул забрали, да. И вот сейчас его вернули лицензию, а титул чемпиона не вернули. Конечно, нет, ему нужно опять биться. Прошло сколько? Три года. Да, вот и там уже новых чемпионов появлялось, мне кажется. Конечно. А к тому, типа, в регалиях он себе может писать, я чемпион мира. Ну, понятное дело, что мог. Ну, то есть говорить так. По факту был, да, потому что? Да. Да. В общем, он проводит бои, все выигрывает. Сколько ему лет на этот момент? 70-й год, 28. Офигеть. Такой молодой вообще. Да. Боже мой, какой молодой. В общем, он встречается с действующим чемпионом уже на тот момент. Это был Джо Фрейзер. Это уже был, ну, не как Листон взрослым. То есть он тоже был достаточно молодой боец. И вот он его очень сильно, конечно, цеплял в интервью, на встречах бойцов. То есть он свой стиль не поменял? Не поменял ни в коем случае. Он в самом пике-то что он. Он еще был изголодавшийся, он уже три года, как бы, у него прям играло. Он называл его уличным бойцом и, как бы, вообще не воспринимал. Типа шпана просто для меня, да? Да. А Фрейзер тоже, как бы, он, на первых порах говорил, ну, ладно, ничего страшного, я просто его поколочу, как бы, в эту выскочку, да? Этот бой, ребят, чтобы вы понимали, смотрит весь мир. Просто. Это возвращение. Даже Советский Союз. Это возвращение легенды, потому что было, мне кажется. Да, это очень долгожданный бой. Бой продлился 15 раундов. О, так много бились раньше. Да, раньше были 15 раундов в боксе. По 40 минут, вот еще скажи, и я вообще умру. По полторы, по минуты раунд. Дело в том, нет, тут даже больше дело в том, что до 1982 года бились 15 раундов максимум. А потом после 1982-го сделали 12 раундов. И это сделали, в первую очередь, для того, потому что бойца просто могли убить. За это время. За это время, да. И были случаи, кстати. Офигеть. Когда на ринге умирали бойцы. Это первый момент. И второй, такие бои долгие, они уже становились скучными для зрителя. В тягомотину превращались. Да, да, и решили сократить. Но вот на период активной карьеры Али, конечно, этих изменений не произошли. И он всегда по 15 раундов. Ну, если бой так затягивался. И как вы думаете, кто выигрывает? Али. Ну, раз ты так спрашиваешь, то по ходу Фрейзер. Да. Фрейзер выигрывает этот бой. И это было первое поражение в большом боксе для Мухаммеда. Как бы, вот представьте, помните момент, когда Макгрегора тоже впервые вырубили. Да, и как бы весь мир накинулся сразу, естественно. Все журналисты накинулись. Ну, что Али? Ну, что ты там болтал-то? Вот и получил. Ну, проиграл же, видишь. А что ты там это? А его нокаутировали или он по очкам проиграл? По очкам. По очкам. Бой продлился 15 раундов и потом по решению судей. Али переезжает в свой загородный домик. У него очень клевый вообще домик был. Он вообще в каком-то смысле был достаточно аскетичен. Любил природу. Я бы не сказал, что он прям за деньги бился. То есть, нет такого ощущения, что он очень любил бокс. В первую очередь. Ты сейчас поймешь, почему. Ну, ощущения складываются, потому что он везде такой, типа, если деньги предложат, я выйду. Ну, не, мне кажется, он один раз так сказал. Просто это, скорее, опять же, заигрывание с публикой было, чем... Конечно. Чем... Просто наглажденная причина. Ну, да. И он же, он себя так или иначе позиционировал как успешный успех. Он там себя величайшим называл. Да, величайший. То есть, там были вот эти вот афиши, там или заголовки газеты. Он прям фотографировался на фоне денег. Там вот есть фотография. Боргенштерн, блин, отвечает. Ему даже лет примерно столько же. В общем, он очень активно тренируется, там, поддерживается в форме, постоянные спарринги. Вообще, ну, у него очень жесткий режим. А вот это поражение, вернее, на нем психологически никак не сказалось? Сказалось, конечно. Сказалось. Но он тогда был на пике своей физической формы. Так что для него это было... Он говорит, я понял. Я понял, как с ним биться. Мне больше интересно, он что-нибудь говорил, что если я проиграю, там, то отправлюсь в Россию. Уеду в Россию. Что-нибудь говорил. Вот в бое с Фрейзером он ничего такого, слава богу, не сказал. Есть еще один момент, о нем будет чуть позже. Тоже интересно. И когда он сказал, что было потом, вы узнаете. Не переключайтесь. Самое интересное, впереди. У него были большие валуны на вот этой фазенде, да, своей. И один валун был темный, второй был белый. И он сказал, что на этих валунах он напишет имена великих боксеров. На черном камне он, вот, кстати, написал имя Джека Джонсона. Это первый чемпион мира в тяжелом весе среди темнокожих. Про него вообще можно отдельную историю рассказать. Потому что вот именно когда он бился в те времена, чтобы вы понимали, он выиграл постоянно. И после каждой победы на ринге, а раньше бои проходили на улице, после каждой победы просто его готовы были убить. Да, просто на ринг вырывались, ну, хотели. Там просто был круг из полицейских, чтобы... Как ты посмел положить белого? Очень тяжелые времена, но он их как бы выставил. Он реально очень крутой боец. И на белом валуне он увековечил имя Рокки Марчана. Эх, ладно. Я думал, великолепного Джорджа. А, вернее, это было бы смешно. Я так понимаю, на черном он писал черных, на белом камне белых. Да, да, да. Ну, не, вот пока вот два валуна. Он вроде потом еще на несколько валунов написал. Желтый еще. Смотрите, что интересно. Красный один. Видите, тут же вообще, в принципе, не про его отношение к национальности. Вот Рокки Марчана, ты итальянец, и как бы просто потому, что он реально крутой боец своего времени, он же мог не писать его. Ну да. Но он хотел и сделал. И знаешь, удивительно, я вообще, на самом деле, когда ты сказал про это, я думал, что он напишет свое имя. Как будто бы он, типа, такого склада, что он мог. Типа на одном Мухаммед, на втором Али. Вот так. Ну, он, видимо, решил, что его имя увековечит история. Это же другая. Не валун какой-то там. В этот же период, вот он, после поражения, да, параллельно идут вот эти судебные процессы по делу об отклонении от воинской службы. И вуаля, присяжные оправдывают Али. Сколько было темнокожих ребят? Я не знаю. Не знаю. То есть здесь уже все, как говорится, нормализуется. Поэтому вопрос. Прежде чем получить возможность снова выйти на ринг с Джо Фрейзером, Али вынужден провести достаточно много боев. Опять же, 10 боев Али проводит достаточно легко и побеждает. Но бой с Кеном Нортоном начинает рушить все планы. Чтобы вы понимали, вот эти бои, 10 боев, вот как семечки. Он просто вырубал, он очень сильно кривлялся там, как будто не боксеры с ним бились. Он их прям нокаутировал, там издевался и так далее. Ну там была разница прям, наверное, наразительная между ним и оппонентом. Сильнейшая. И тут он выходит с Кеном Нортоном и начинает себя вести так же, но тут что-то пошло не так. Прилетает ему. Нортон очень мощный, да, боксер. Вообще говорят, что перед боем с Нортоном он был замечен на вечеринке. Мол, он даже не готовился к этой схватке. С похмелья был вообще. Ну он не пил, но где-то не выспался там, да, что-то такое. Нортон выигрывает, ребят. Нортон гасит Али. Помимо этого он ему ломает челюсть. Жестко. Да. Величайшему. Величайшему. Величайшую челюсть. Какой-то вроде посредственный боец. Ломает челюсть. Долго восстанавливает он эту челюсть. Ну, как вы понимаете, да. На данный момент его статистика 41-2. То есть 41 победа в большом боксе и два поражения. Пока Али оправляется от поражения, Фрейзер за титул чемпиона сражается с Джорджем Форманом. Форман – это вообще боксер, который возник из ниоткуда. То есть о нем никто особо не знал, но он резко пошел в бокс и начал всех выигрывать, выигрывать, выигрывать. И дошел до главного соперника, до Фрейзера. И Форман практически уничтожает Фрейзера. И становится чемпионом мира. Фрейзера, как школьника, избивают. Фрейзера, который победил Али. После тяжелого и долгого восстановления, Али вновь встречается с Нортоном. Бой длится 12 раундов. Али побеждает решением судей. На тот момент уже 12 раундов. Нет, просто… А типа все хорошее, ребята. Да. В этот момент, пока он бьется с Нортоном, побеждает его Фрейзер. Тоже поет песни. Что за боксеры такие вообще? Выступает с группой, у него даже тур. Есть тоже видео. Пожалуйста, посмотрите. Это очень смешно, когда Фрейзер стоит и поет. Представляешь, Кличко бы пел песни. Да. Али, естественно, мимо этого не проходит. Он говорит, ну вы же слышите, он же вообще не умеет петь. Посмотрите на его пластику. Он же отвратительный. Слушай, а вот он сам хорошо пел. Им нужно было музыкальный баттл устроить. Типа в караоке сходить хоть раз. Есть шах-бокс, а у них был бы караоке-бокс. Куплет поешь, сколько баллов. И потом бакс. В общем, Али его всячески подначивает. Хотя еще до него, до боя с ним не дошел. Ну, чтобы вы понимали, Али приходит из журналисты. Место, где он спаррингуется. И говорит, как ты готовишься к бою с Фрейзером? Он говорит, да, очень просто. Вот сейчас как раз-таки я выбрал специального спарринга-партнера, который полностью похож на Фрейзера. И выходит боксер, и на нем маска Гориллы. Да, ну и он... Хайбажор. Да. 28 января 1974 года состоялся второй бой против Фрейзера. Бой длится 12 раундов, и Али побеждает единогласно в решении у судей. Но это не чемпионский. Ну да, Фрейзера же потому, что Форман выбил из калиларии. Да, это просто был бой, и он наконец побеждает его. Статистика 44-2. 30 октября 1974 года в Африке состоится встреча с действующим чемпионом Джорджем Форманом. Али тогда уже заявляет, что это его последний бой. Он говорит, что просто смотрите кино, как я его изобью. Форман вообще ненавидит Али. Это просто... Он считает его выскочкой. В восьмом раунде Али побеждает Формана нокдауном. Нокаутом, получается. Нокдаун — это что? Нокдаун — это когда ты пошатнулся, упал, но ты еще можешь встать. Ты в сознании. Да. Нет, нокдауном тоже мы можем победить, когда у тебя несколько подряд нокдаунов, и судья приостанавливает бой в этот момент. Ну, наверное, нет. Давайте еще раз. В восьмом раунде Али побеждает нокаутом. Сделаем вид, что это первый раз услышали. Да. Али становится чемпионом мира. Опять возвращает себе титул. Здесь перебивка, давай. Изи. Вы помните, да, что в 1974 году он заявил об уходе из большого бокса, и 24 марта 75-го он возвращается в большой бокс и состоялся первый бой. Это как Форсаж последнее дело. Да, да, да. Это наша последняя гонка. Каждый фильм одно и то же. Он вновь встречается с Фрейзером. Это уже пятый бой за год. Побеждает и вновь говорит, что уходит из бокса на пике. Да господи, сколько можно-то? Как Алла Пугачева, блин, последний тур. Ну, сейчас немножко отойдя от бокса, хочу сказать, что Али вот в этот период жизни начинает плотно заниматься благотворительностью. А он же за бои получает огромные бабки, да? Да, конечно. Я правильно понимаю? То есть он уже из той семьи, которая была просто, ну, не вне, как сказать, не бедствовала, он становится прям богачом. Ну, конечно, очень, ну, богатый человек прям, богатый. И при этом он пишет музыку, потому что в музыке больше денег. Не, он с музыкой завезал. Вы представьте, сколько он в музыке мог заработать. Ну, вот он, Али, дает 400 тысяч долларов на помощь в раскрытии убийств. Вот такая благотворительность. Фига. Получается, властям, да? Ну, да, скорее всего. На зарплаты сверхрочные. В этот же период он вновь встречается с Нортоном и вновь побеждает. 53-2. Но замечу сразу, что в этот период физическая форма Али становится чуть хуже. Это заметно во время его интервью. Он отвечает уже чуть медленнее и не сразу. То есть видно, что он замедляется. По голове он уже получил много. Вообще, в интервью часто спрашивали, вы не боитесь, что, ну, как-то вот постоянно. Они просто очень много бились за год. Много боев было. Сейчас на восстановление уходит больше. То есть они так часто не бьются. Понимают, ну, риски. Тогда бились и бились. И он говорил, ну, блин, ребята, вы мне говорите о том, что вы отбираете у нас то, что у нас есть. Мы, типа, любим биться. Мы, это наши, типа, хлеб. Это все. Говорит, а вы, говорит, сажаете белых парней в скоростные машины, и они сгорают заживо. В чем разница? Это он про Формулу-1 и прочие такие штуки. Да, да, да. 15 февраля 1978 года Али бьется с Леона Спинкса. Этот бой был показательным. Видно, что Али уже не тот. Молодой боец значительно быстрее и агрессивнее. Он прям его, вот, он молодой, кудрявый, у него двух передних зубов нет. Ну, такой, короче, мерзкий тип. Вот я, когда смотрел этот бой, я думал, блин, Али, ну дай ему уже, дай ему в морду. Вот, но как бы не получилось, и Спинкс побеждает. 55-3. 15 сентября этого же года состоялся матч-реванш в этом же году. Решением судей уже в этой битве побеждает Али и возвращает чемпионство. Вот, кстати, помните, я вам говорил, что он высказывает, ну, то есть высказывался ли он перед боем, что там, типа, уедет в Россию, в Сибирь, там, и так далее. Вот он за три часа до боя, он сидит, и он сидит, видно, что он вот какой-то уже, ну, какой-то сейчас уснет. И ведущий говорит, а вот ты какой-то, говорит, ну, неэнергичный перед боем. Он говорит, у тебя все хорошо, здоровье, у тебя хороший физический форм? Он говорит, у меня прекрасная физическая форма, я просто берегу энергию, он сказал. Но когда вышел на ринг, он просто уничтожил этого Спинкса. И реально ты думаешь, блин, Али еще магет. И в 79-м году Али вновь заявляет, что уходит из бокса. Доминик Торетто. Параллельно в этот период в мире происходит то самое событие, когда советские войска вторгаются в Афганистан, и Америка вводит санкции против России и отказывается участвовать в Олимпийских играх. Так, знаете, я вот когда смотрел вот это вот новостное интервью, где говорится, вот, мы примем самый жесткий пакет санкционных мер. Я такой, где-то я это уже слышал. И Али поддерживает власти, он говорит, что это война за нефть, это, типа, не стоит человеческих жизней. Помимо Америки, которая бойкотирует, Олимпиаде 80, да. Я вот честно не знал, оказывается, 62 страны бойкотировали в том числе и не приехали на Олимпиаду. Я слышал только про Америку. 62 страны, прикинь. То есть Олимпиада была под риском непроведения вообще. Да, непроведения. У него был спарринг-партнер Ларри Холмс. То есть тогда он еще был, ну, как бы с юношеских лет уже он спарринговался с Али. И вот пока не бился, да, он же заявил о том, что он больше не участвует в боях Али. Вот этот Ларри Холмс всех просто уничтожает и становится действующим чемпионом мира в тяжелом весе. У него было 36 боев, 0 поражений и 26 побед нокаутом. То есть очень мощный. Панчер. Да. Хочешь быть чемпионом? Тренируйся с чемпионом. Да. Логично. И Али решил, что ему нужно еще раз подтвердить свое чемпионство. Но он уже к этому моменту достаточно плохо. То есть он уже и повзрослел. Это 80-е годы. 40 с чем-то лет. 38 лет, да. Ну видно, что он как бы уже что-то с ним не так. Но 38 для бойца, мне кажется, это уже закат, да? Чисто физическая форма. Ну вот сейчас в UFC есть пара бойцов такого возраста. И они даже более-менее успешно выступают. Да, есть, есть. Ну не прямо, что 22-0, но при этом в UFC все еще. Ну опять же. Просто в UFC же тоже там очень быстро. Опять же. Он за свои 38 лет очень сильно отбил голову. Прям очень сильно. Это правильно. Конечно, ты говоришь по несколько боев в год у него было. Да. И он предлагает Ларри Холмсу встретиться. Ларри Холмс, конечно, всячески отговаривает во всех этом. Говорит, ну ты уже взрослый, зачем тебе это? Ну не нужно вообще не лезть. И действительно это, наверное, самый позорный бой. Происходит полнейшее избиение. Он, то есть даже сопротивление не мог оказать никого нормального. Ничего не мог сделать, да. Останавливает бой. И статистика Али на тот момент 56 побед, 4 поражения. После боя Ларри Холмс вот дает интервью. И видно, что он немножко сожалеет, что... Ну стрёмно ему. Он играл, короче. Столько лет они спарринговались. Они, во-первых, спарринговались. Близки были, да. И вот то, что он у всех на глазах, действительно избил легенду. Ну и тем более, как бы, понятное дело, что он уже далеко не в лучшей форме. Для него это тоже как бы не показатель. Мог, в принципе, не соглашаться на бой. Но он согласился, а потом такое ощущение, что он пожалел об этом. Потом еще будет бой у Али. Там уже с кем-то. Но он, опять же, проигрывает. То есть ничего хорошего. В общем, с этим он завязывает. Действительно уже завязывает. В 96-м году в Атланте Али приглашают для того, чтобы он открыл летние Олимпийские игры. Вот тоже есть видео, где видно, что Али уже подергивается. У него уже руки трясутся. У него там же потом болезнь диагностировали. Не помню, как она называется. Альцгеймер. Альцгеймер. Да, он начал прогрессировать. Альцгеймер. У тебя, походу, тоже. 2 июня 2016 года Мухаммед Али был госпитализирован в одной из больниц в связи с ухудшением состояния здоровья, вызванным проблемами с легкими. 3 июня 2016 года он скончался на 75-м году жизни. Причиной смерти Мухаммеда стал септический шок, характеризующийся снижением перфузии ткани, что нарушает доставку кислорода и других веществ тканям. Я решил научно просто сказать. Задохнулся, проще говоря. Да. Ну, как бы вот так вот в целом жизнь человека. Есть центр, так скажем, музей Мухаммед Али-центр, где тоже достаточно такое большое здание. Там на него вложили 80 миллионов долларов на его. То есть там очень круто. У него было 4 жены. Если не ошибаюсь, 7 дочерей, а двое сыновей. В одномоментно? Ну, вот в период жизни, нет. В период жизни. Но он мусульманин, 4 жены, поэтому я и с триггерил меня это. Я просто решил на это не углубляться. Больше интересны были его схватки. И хотел больше показать его силу духа вообще. И он, в принципе, зачастую отвечал за те слова, которые он говорил. Его все считали легендой. И на встречах в передаче, где был, кстати говоря, Майк Тайсон. Майк Тайсон говорил, вот легенда и как бы то, что я это. А Али, в свою очередь, говорил, ты легенда. Так что... Взаимное уважение было. Взаимное уважение, да. До смерти, после того, как он завершил карьеру боксера, он очень много участвовал во всяких благотворительных акциях. Он встречался с многими правителями. Он поездил, несмотря уже на свое вот это состояние. В общем, безумно активный и как будто широкой души человек. Это, наверное, на религиозной теме было, да, все-таки? Нет, он как представитель мира, я не знаю. Ну, вот как бы где-то деньгами помогал. То есть он ездил не по религиозным причинам, но я думаю, что религия сыграла свою роль в том, каким он стал вот этим широкой души человеком. Слушай, вот интересно еще. Любая практически религия, в том числе, допустим, мусульманство, ислам, да, она же против насилия. А он мусульманин-боксер, который бьет людей за деньги. Вот как это вообще вяжется, интересно, внутренний конфликт у него был какой-то в этом плане или нет? Это, кстати, я предлагаю эту тему вывести на обсуждение в комментариях. Потому что действительно, ну, вот так очевидно не скажешь. Мне кажется, очень много мнений по этому поводу. Слушай, у меня вопросик остался по поводу его поездки в Советский Союз. Он ездил, по-моему, или нет? Или он так и не попал? Не знаешь? Нет, не знаю. Тут буквально только про бои. Хорошо, я просто хочу добавить, как раз-таки про Тайсона сказал, я вспомнил просто один прикольный факт. Окей, тиктока нет, ребят, поэтому ловите его сюда. Был у Тайсона бой против какого-то оппонента, я уже сейчас не помню, как его зовут, но там все, вот прям все говорили, что Тайсон его выиграет. Этот бой настолько, причем были уверены в победе Тайсона, что одна газета заказала у его оппонента рекламу, типа, на подошве его ботинок. Если он упадет, то реклама прочитается. Типа, 40 тысяч, что ли они заплатили. Тот вообще максимально уверенный в себе пацан, ну, взял эти бабки, за рекламу, и Тайсон его пять раз за два раунда заставил прорекламировать эту газету. Нормально. Ну, что, на этой веселой ноте мы завершаем наш сегодняшний выпуск о действительно интересной личности. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы вот как-то случайно залетели на наш Мификал-подкаст. Бывает такое. Может быть, кто-то скинул где-то в Телеграм, и вы это увидели. Мы хотим, чтобы вы оставались с нами, чтобы вы следили за нами. Нам очень важны ваши лайки, ваши комментарии. Вот комментарии мы прям обожаем. Каждый раз обновляем, чтобы посмотреть, что вы написали. И вот напоследок хочу, выпуск хочу завершить фразой Мухаммеда Али. Он сказал, помощь ближнему, твоя оплата за место в раю.